друзья всем привет не удивляйтесь разбираем игру металлист 1925 шахтер вот так вот сегодня должен был выйти шахтер потому что ну я на давайте так с того начну что хорошо что никто травму не получил перед фейнордом да ну как вот играл металлист честно говоря можно даже вот в таких тапках вот выходить на поле причем не будут и даже не одевать вот в тапках и вот вот так вот вышли и спокойненько забили 7 ну в качестве в качестве отговорки давайте наверно скажу что тут у металлиста произошло наверное скорее всего тяжелое поле в александрии до плюс еще вели и в итоге сыграли в ничью ну это так ну добирались не добирались это я уже тут уже все мы тут поездили в автобусах и в поездах и как только мы не ездили в общем металлист сегодня безвольно сразу же по металлисту чтобы бычик мог забить вот на 76 все все что наиграл металлист все голы не буду я разбирать шахтера потому что тут ну давайте хорошего то что мне понравилось это вот забегание да на на пятой минуте когда капитан степаненко да с центра поля сегодня центр поля мне кажется самое наверное будет модно и хотя центра поля делал забегание в итоге отдали ему и он нашел зубкова зубков справа фланга по сути завершил атаку на ближней штанге вот такой первый гол хороший ну так как команда была сегодня как там говорят поплыла безвольная как вчера динамо не знаю в общем шахтер точно поздравил василича с 65-летием вот такой вот вот это вот поздравление от шахтера опять же металлист не поздравил потому что мало я не знаю знают или не знают или мало кто знает у нас бессонов с харькова вообще-то так кто не знает так что металлист 1925 не поздравил вот кстати и металлист тоже не поздравил тот первый или он второй я не знаю тут уже тоже тоже в ничья была потом проиграли и я так посмотрел 21 вроде как ну как и полтава тоже выигрывая умудрилась проиграть за там за три минуты не знаю не видел не могу ничего комментировать просто поздравляю победителей рух выиграл у металлиста заря выиграла ворска ну давайте по игре что еще второе центра то что я говорил ну давайте тут так на опережение сыграл курила один из великолепных голов да ну вот я же говорю ребята обращайте внимание на то когда вот комментаторы говорят или журналисты пишут что вот там кого-то кто-то обогнал до забил больше меньше вот вот просто 56 курила спокойно отдает вратарю да не будем говорить куда надо отдавать вообще-то не ворота где-то куда-то мимо ворот чтобы вот таких случаев не было ну ладно свалим на поле может ну сидоренко там почудил конечно ну ладно вот курила забил на 56 дальше мне кажется голы тут их много и объяснять тем более сами выбирайте на любой вкус классный голод я считаю от ракицкого и зубкова опять татуированный и лысый ракицкий с шага опять перебил все поле вывел один в один зубкова и тот еще и справа и да еще и слета попал гол великолепный гол показательный ракицкого в центре поля спокойно один берет мяч идет вперед никто не встречает все где-то не знаю где может в раздевалке уже может быть уже мылся кто-то так мысленно да спокойно с 30 там где-то так пробил и опять что вратарь ловил отбивал непонятно вот просто стоит две руки ставь и все нет там пытался как-то ну для газеты я так понимаю но получилось так гол получился естественно красивые но это грубейшая ошибка вратаря потому что мяч летел по центру а вот шахтеру помимо того что вот чё я еще намекнул на фраг вот просто сели в автобус ну сняли бутсы кто в бутсах хотя я же говорю можно было в тапках а вот и все и поехали готовиться к феи норду в польшу я так понимаю хорошо навстречу пошел опять же металлист 1925 мы еврокубки я так понимаю любим и все идем на встречу командам которые играют еврокубках а вот горячая вода тоже мне кажется не особо нужна была шахтеру вот спокойно вот зашли в номер сняли переоделись одели спортивный костюм вот такая вот игра честно говоря радует я же говорю то что не было травм и не радует что это то что вот может быть это очень к сожалению часто бывает как бы не получилось так что мы забили все голы металлисту 1925 перед феи нордом очень этого не хочется и посмотрим я надеюсь будет что-то у меня тут показывать будет показывать или смогу я сам или нет но буду разбирать естественно шахтеры будем болеть за него но скидок никаких конечно же не будет потому что свинордом я так думаю и повезло со жребием и будем естественно болеть и есть шанс пройти так что если шахтер пройдет ну считаем баллы да ну и чтобы в лигу чемпионов хоть кто-то может быть попал может кого-то обгоним вот в этих рейтингах потому что я не знаю уже как считают с этими варами мне кажется нас все больше и путают что чем больше вара показывает тем больше ошибок мы видим причем как не видят это судьи и сидя из сидевшие его так за телевизором честно мне непонятно вот так вот поздравляю я шахтер не поздравляю я металлист 1925 вот весь разбор больше сказать ничего молодцы шахтер пока ну можно мы могу повторить я думаю что шахтер конечно же будет чемпионом страны забегая насколько там почти на весь второй круг вперед потому что по игре они заслуживают сейчас идти на первое место и чемпионского звания вот такие дела ребят пока